Галактионовскую ремонтируют в темное время суток, чтобы не мешать движению. Улицу приводят в порядок в границах Красноармейской и Полевой. Сейчас работа на завершающей стадии и закончатся они до конца октября. Участок улицы длиной в 2 километра начали ремонтировать в апреле. Ранее здесь привели в порядок инженерные коммуникации, обновили бордюры. Вскоре на Галактионовской появятся новые дорожные знаки, урны и светофоры. Сейчас рабочие кладут тротуарную плитку, в том числе тактильную. Приводят в порядок трамвайные пути, заезды во дворы, проезжую часть. Только за эту ночь на Галактионовскую уложили 7 камазов асфальта. Он уверяет подрядчик высшего качества и прослужит долго. Гарантия 5 лет и я думаю, что всю гарантию продвижим без всяких проблем. Если возможно будут какие-нибудь выбоины, потом выкрашивания, швы будут расходиться, мы естественно будем немедленно применять меры по устранению всех этих дефектов. Комплексный ремонт Галактионовской проводится по заказу городской администрации. Улицу обновляют по программе развития транспортной инфраструктуры Самарско-Тольятинской агломерации в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». В целом на ремонт Галактионовской направлено около 150 миллионов рублей. Ход работ на каждом этапе контролируют представители подрядчика и кураторы учреждения подведомственного департаменту городского хозяйства и экологии. Контролируем работы в процессе укладки асфальтобетонной смеси. Также после укладки происходит отбор проб кернов, где определяется уплотнение асфальта, толщина асфальта. К подрядчику претензий нет, работы выполняются качественно, замечаний тоже нет. По словам жителей, улица давно требовала ремонта. Автомобилисты уже оценили результат. Стало лучше, особенно для безопасности, когда едешь и не думаешь про какие-то ямы или неровности. Действительно следишь за обстановкой, плотный поток постоянно, по центру особенно. И стало намного, я считаю, безопаснее и спокойнее ездить. Также в Самаре сейчас завершаются работы на улице Полевой. В порядок приводят Волжский проспект, Алексей Толстого, Водников, Комсомольскую, Фрунзе. Всего в этом году в рамках федерального проекта обновят 43 улицы. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События.